Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео я хотел бы собрать абсолютно всю важную информацию о Xbox Series перед покупкой. Видео особенно поможет новичкам, но если вы уже все знаете, то помогите им в комментариях, поскольку скорее всего все равно у кого-нибудь возникнут вопросы. Перед началом видеоролика как всегда попрошу поставить лайк, подписаться на канал, а также ловите промокодик на Алиэкспресс для новых пользователей, который даст вам скидку в 250 рублей на первую покупку при сумме заказа от 500 рублей. Кстати, здесь можно найти вот такую вот лампу, может кстати даже себе закажу. Промокодик оставлю в описании и давайте начнем. Начнем с того, что консоли Xbox Series являются новыми next-gen консолями 9-го поколения, которые будут актуальны ближайшие 5-7 лет. Как вы все знаете, в линейку Series входит и S и X-версия. S-версия рассчитана на разрешение 1080p и может выдать максимально разрешение 2K и 120 FPS. Плюс в этой версии нет дисковода и стоит она 27 тысяч рублей. X-версия рассчитана уже на 4K и максимум в ней будет 4K и 120 FPS. И в отличие от S-версии, в ней есть дисковод и стоит она 45 тысяч 590 рублей. Если вкратце рассуждать, какую консоль лучше всего взять, советую вам обратить внимание на несколько факторов. Есть ли у вас соответствующий бюджет и важно ли вам разрешение. Если у вас нет 4K телека и соответственно нет 45 тысяч 500 рублей на новые консоли, то возьмите S и не парьтесь. Отличия в этих консолях, по словам Microsoft, будут лишь в разрешении. То есть не думайте, что младшая версия умрет через 2 года или же не будет тянуть новинки, поскольку она слабже. Самое главное, знайте, что это одно поколение консолей, а значит, что игры и актуальность будет одна и та же. А вот отличие от старых консолей, а именно от линейки One, заключается в том, что новые консоли технологичнее, в них намного быстрее скорость загрузки. То есть у вас игры будут загружаться практически мгновенно и некоторые игры будут способны выдать 120 FPS. Плюс, как я сказал ранее, на новых консолях в ближайшие 5-7 лет будут выходить все новые игры. А на линейку консолей Xbox One со временем новые игры прекратят свой выход. Несмотря на то, что это новые консоли, в них есть старые функции, правила и тому подобные вещи, о которых нужно знать. Для тех, кто хотя бы краем ухом знает, что такое консоли, скорее всего слышал про платные онлайные подписки. Так вот, на новых Xbox'ах точно так же, как и на старых, нужно платить за онлайн. Для этого есть подписка Xbox Live Go. Также на Xbox есть подписка Game Pass, которая включает в себя больше чем 100 игр, а также включает в себя все новые эксклюзивы майков в день релиза. Есть подписка EA Play, при помощи которой можно поиграть в игры от электроников. И подписка Ultimate, которая включает в себя все предыдущие подписки и с 10 ноября будет включать еще EA Play. Если вы хотите подробнее узнать, что представляет из себя каждая подписка, рекомендую посмотреть про это мой недавний ролик. Я сделал подробный гайд по ним, поэтому если интересно, гляньте. Плюс, я бы вам советовал сразу же приобрести Ultimate, когда вы приобретете консоль, используя Boost. Так выходит намного выгоднее и у вас будет абсолютно все и по хорошей цене. Про это я тоже записывал ролик, можете глянуть у меня на канале. Я лично пользуюсь всеми подписками сразу, а именно подпиской Ultimate, ибо я играю и в онлайн, и в игры Xbox Game Pass. Но в случае, если вы планируете играть без онлайна, возможно, вам будет достаточно только подписки Xbox Game Pass. Хотя, с другой стороны, в Xbox Game Pass очень много игр, которые требуют как раз таки онлайна, и, наверное, без подписки Gold сейчас обойтись нельзя. Также, покупая новый Xbox, знайте, что большинство игр с прошлых поколений Xbox, а именно Xbox Original, Xbox 360, Xbox One у вас без проблем запустятся. Плюс будут работать лучше. Где-то будет 60 FPS, где-то автоматический HDR, а где-то просто более лучшая картинка. Кстати, о играх. Для тех, кто вдруг пропустил, на новом Xbox будет сохранена особенность покупки игр с других регионов. И вы, наверное, уже наслышаны тем, что при помощи Аргентины вы сможете это сделать во много раз дешевле. Для этого, кстати, советую нашу группу ВКонтакте, где мы сможем помочь вам приобрести те или иные игры с той самой Аргентины. Просто пишите в чат название игры, вам скидывают цену, код, и после всего вам скидывают подробную инструкцию активации, с которой разберется даже новичок. За каждой сделкой следим лично, поэтому все без обмана. Если что, ссылочку на группу оставлю в закрепленном комментарии под видео. Также, помимо простого запуска старых игр, вы сможете играть с теми, кто еще остался на предыдущих поколениях. То есть, когда вы берете новую консоль, ваши друзья не останутся одни, и вы сможете без проблем подключиться к ним в пати и поиграть. Единственное, для того, чтобы узнать, запустится ли у вас старая игра на Xbox, достаточно глянуть на официальном сайте список игр по обратной совместимости. Если данная игра есть, то она у вас без проблем запустится. И это без какой-либо дополнительной оплаты. Вам достаточно иметь диск, если у вас имеется дисковод, либо цифровую версию, если дисковода у вас нет. Обратная совместимость, на мой взгляд, это реально клевая функция, поскольку за счет нее новые поколения не останутся без игр. Плюс бывают такие моменты, в которые ты либо хочешь перепройти старую игру, либо же просто поиграть в то, что не успел в свое время. И благодаря этой функции вы сделаете это, по сути, без дополнительной оплаты, плюс получите графические улучшения. Кстати о них. В кроссген играх, то есть в играх, которые выходят и на новое, и на старое поколение консолей, будут специальные улучшения. Напоминаю, что они будут помечаться оптимизированно под Xbox Series X и Xbox Series S. Вас ждут в таких играх 120 FPS, более высокое разрешение и так далее. Помимо этого, знайте, что в таких играх вам будет предлагаться режимы производительности. То есть вы сможете выбрать, что вам нужно, более высокое разрешение, либо максимальная графика, либо режим 120 FPS. На мой взгляд, это круто, поскольку тем, кому разрешение не особо важно, а важны кадры в секунду, могут без проблем сделать выбор. Также знайте, что все аксессуары от Xbox One подойдут и для Xbox Series. Гарнитуры, геймпады, рули. Единственное, что не подойдет, так это Kinect. Остальное без проблем должно все запуститься. Также напомню, что у Xbox просто отличная техподдержка, которая в случае каких-либо проблем с консолью, с играми или аксессуарами без проблем вам поможет. Номер у вас на экране, звоните или же пишите в их чат на официальном сайте. Сразу скажу, что ребята решают практически любую проблему, поэтому звоните, не стесняйтесь и знайте, что вам всегда помогут. Я лично к ним не раз обращался, ребята работают на все 100% и всегда находят выход из ситуации. Без проблем починят или обменяют геймпад, консоль или же просто вас проинструктируют по поводу той или иной проблемы. Что касаемо эксклюзивов. Те, кто не особо разбирается в консолях, скорее всего слышали, что на Xbox нет эксклюзивов. По факту они есть, но они являются консольными эксклюзивами. То есть, к примеру, в ту же Forza, Gears of War, Halo вы сможете лишь поиграть на ПК и на Xbox, но никогда не сможете поиграть в них на другой платформе. Плюс ко всему этому вы могли слышать, что на старте новых консолей не будет ни одного экза. Да, в большинстве случаев это действительно не так, но это дело времени. В этом случае, конечно, можно упомянуть Gears Tactics, Tetris, Bright Memory, но про эти игры и сказать, что это стартовые эксклюзивы Xbox, у меня язык не поворачивается, потому что они уже выходили на ПК. Ну, пожалуй, кроме Тетриса. Но упоминать, что это какой-то невероятный экс, я бы не стал. Если объективно, то это действительно не так. На Xbox на старте нет нормальных эксклюзивов, но это дело времени. Просто майки не успели сделать свои проекты именно к старту, поэтому тут стоит подождать. А так, знайте, что все игры от Bethesda, продолжение франшизы Forza, Fable, Halo, Gears of War выйдут на эти консоли. Еще один из важных моментов является память консоли, а именно ее расширение. Дело в том, что на S-версии будет доступно около 350 гигов, а на X-е около 800. И для многих это может показаться мало. Для того, чтобы расширить память, вам предложат купить внешний SSD-шник. Но эту проблему можно будет немного обойти с помощью простого внешнего диска. Единственное, напрямую вы с него не запустите новых игр. Но про этот лайфхак я расскажу более детально, когда заберу свой Xbox Series X и когда у меня, возможно, появится внешний жесткий диск. В общем, до выхода новых консолей осталось совсем недолго, они выйдут 10 ноября. Поэтому пишите в комментариях, какую вы взяли версию и в какие игры будете играть. Плюс в комментариях напишите что-то важное про консоли, если я вдруг что-то забыл. А на этом, в принципе, все. Если вам понравился видос, ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик. И большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok